Да, приветствую. Всем привет-привет. Скажи, пожалуйста, хорошо ли ты меня видишь? Я очень рад тебя видеть. И самое главное, твой вид, он настолько воодушевляет, что у тебя солнце. Есть и есть такое. Ты находишься на свежем воздухе. В отличие от нас, которые являются просто запертыми в своих квартирах, потому что Москва, это, наверное, самое более жесткое место, где карантин в России принялся в свои самые жесткие формы. Расскажи, пожалуйста, где ты? Я на Пхакете в Таиланде. И у меня хорошая погода. Но я уже, на самом деле, здесь три месяца. И месяц почти, сегодня уже четвертая неделя, как раз сидим в самоизоляции. То есть вы две недели? У вас тоже самоизоляция? То есть вы не ходите на пляж, не ходите по магазинам, по ресторанам? Нет, по магазину уходит только муж, ездит, он закупает на нас продукты, на всю семью. И да, мы никуда не выходили уже четвертую неделю. И посмотри, в каком я пребываю настроении. Ну, настроение прекрасно. Посмотри, я вам дарю море позитива. Слушай, это факт, все прекрасно. Скажи, пожалуйста, а там также существуют разные системы доставки, еды или что-то еще? Да, тут есть, конечно, пожалуйста, все очень удобно. Здесь можно заказать в магазине, но только единственное, что доставка будет идти пять дней, что нам не очень удобно. И мы закупаемся на один раз в неделю, на неделю вперед. А еда? Можно ли заказать еду из ресторанов? Слушай, какие-то рестораны, по-моему, работают, но просто мы готовим все дома. У тебя же маленькие детки, да? Да, у нас трое детей, и вот одному маленькому сейчас три месяца. Ого, ничего себе. Слушай, ну ты героическая мама. С такими маленькими детьми поехать в настолько времени... Видимо, это не первая твоя поездка. Слушай, на зимовку первый раз, на самом деле, поехали, и представляешь, так и остались здесь. Вот как бы вот так получилось. Мы не планировали, ничего такого не происходило. Мы уехали, и оказалось так, что мы здесь, ну не то что застряли, мы целенаправленно остались. То есть мы назад даже не стали пока смотреть, пока там такая вся вот неразбериха, решили, что лучше здесь остаться. Алла, скажи, пожалуйста, а вот у вас проблема как бы обратного вывоза россиян в Россию не волнует? То есть это, ну как бы, вы просто спокойно продолжаете оставаться там? Мы спокойно продолжаем оставаться, потому что, ну во-первых, да, первое, билеты стоят конских денег, это реально факт. Вывозить никто здесь никого не собирается. И все, что сейчас происходит в средствах массовой информации, немножко недостоверная информация о том, что происходит здесь на самом деле. Люди реально есть с деньгами, которые без денег, и они не могут улететь отсюда. То есть у них ограниченные ресурсы, им надо уехать, но билеты стоят очень дорого. Я так поняла, что из посольства многим приходило сообщение, вот буквально прямо недавно, пару дней назад, что вот прям там через сколько-то часов там или вот сегодня, а люди находятся на островах здесь в Таиланде, и они просто не успевают добраться до аэропорта. Люди еще некоторые приехали в количестве 500 человек в аэропорт, но они не смогли улететь, потому что самолет улетел без них. Типа, как они говорят, что авиакомпании не поставили в известность, что собираются вальдить граждан. Ну, понимаешь, такие вот прям ряд абсурдных есть моментов здесь. Но мы даже, да, мы не стали, потому что очень много застрявших туристов находятся сейчас в аэропортах разных. Они застряли в Бангкоке, не могут никуда двинуться, а там эпицентр событий. Они находятся в Дубае, ой, сейчас я скажу, не в Дубае, а где же там посадочная площадка? Ну, короче, в Эмиратах. В Эмиратах вот эти харды где ездят, вот, и они там реально, это не очень приятная ситуация, но они есть. Слушай, ужасно, конечно, но что делать, как говорится, да? Смотри, вроде мы с тобой собирались говорить о дизайне, да? Но мы не можем обойти такие волнующие темы. Да, конечно, это же наша жизнь, и все мы так или иначе задействованы, включены в этот процесс. Ну, скажи, пожалуйста, ты архитектор и дизайнер, я восхищаюсь твоими картинками, которые у тебя в Инстаграме, с дизайном твоих помещений. Откуда у тебя берутся идеи? Как ты это все придумываешь? Слушай, я, знаешь, сюда даже ехала с мыслью о том, что уже в России просто мало солнца, и мне его прям не хватало. И, конечно, когда ты приезжаешь, ты можешь творить все. Сейчас последний из проектов, если ты видел, мы делали в Лондоне. И как раз очень понравился дизайн, нам там сейчас предлагают новые площадки, где мы можем тоже поработать, конечно, просто очень круто. Вчера прям буквально тоже видеосвязь мне была вечером. И я хочу сказать, что когда, конечно, людям не хватает солнца, это надо понимать, нужно реально очень много солнца. И здесь поэтому все, делай, что хочешь. Но, опять же таки, нужна энергия в человеке. Человек не может создавать, пока он энергетически выжит, как лимон. И поэтому все направлено, вот считай, да, мы работаем при всем том, что у нас дети, и мы с ними в замкнутом тоже пространстве. Понятно, что у меня пространство здесь побольше, все-таки мы здесь на вилле живем, но оно все равно вот нас кучкует в пределах дома. Вот, поэтому я считаю, конечно, для хорошей работы, первое, как организовать рабочее место? Ну, во-первых, да, понятно, что иногда многим квартиры свои уже все надоели. Они уже вообще видеть не могут, а их тут посадили вот в эту вот коробку и сказали, все, там, ребят, сидите. Первое, если у вас нет возможности что-то обновить, а всегда понятно, что мы купим новую вещь, вот просто вазу поставили в интерьер, да, и такой смотришь, и ты будешь, ааа, какая красота, какая красота, ну реально, ну все, и тебя мир меняет. Ну ты вроде вазу поставил, ну цветок там какой-то, ну все, ты уже заряжен, ты уже такой, ну все, жизнь поналаживается, вот сейчас работать начну. Что я еще рекомендую? Ну, если у вас нет возможности купить, да, допустим, или какую-то вещь, которая бы просто визуально вас радовала и вот привлекала ваше внимание, так скажем, отключала ваш рассудок от каких-то повседневных забот, делайте чаще перестановку. Ставьте, во-первых, не хватает света, расшторьте все свои окна, поставьте стол к окну, получите вот этот вот воздух, а постоянно проветривайте помещение. Знаешь, я, может, сейчас какую-то медицинскую вещь скажу, но я вам серьезно говорю, свежий воздух никто не отменял. Как бы все равно лучше вы возьмете из окна его, чем будете сидеть законсервированные в пространстве. Поэтому понятно, что лучше, конечно, открывать окна и ставить стол. И еще момент такой, меняйте его расположение. Вот найдите в своей квартире место, в котором вы чувствуете, что энергетически вот вам тут комфортно, понимаешь? Кому-то некомфортно, чтобы от входа человек, который сзади входит в себя в комнату, я не знаю, там дети, жена, неважно, смотрят твой в компьютер. Окей, а ты возьми, переверни стол, поставь компьютер попой к обходу. И пусть, ну хорошо, ты сидишь с одной и к окну. Лучше стать попой к тем, кто заходит. Для каждого человека, понимаешь, по-разному. То есть найдите для себя комфортное положение. Оно у всех разное. Вот даже когда мы проектируем дизайн, мы никогда не привязываемся к одному какому-то табу. Потому что все люди настолько уникальные, они настолько разные, им настолько нужно разные, у них потребности разные. И если человеку энергетически комфортно сидит в этом углу квартир, так вы попробуйте их. Поставь сюда, посмотри, где не поработай. Поставь туда, посмотри, где не поработай, где твоя энергетическая... Может, тебе вообще нужно просто поставить в гостиной, посередине стол, сидеть как король, чтобы вокруг тебя циркулировала энергия, и все. Слушай, классно. Классно. Вот смотри. Слушай, да. Да, мы оказались в той ситуации, когда, ну, пока мы просто вот в работе, вот, ну, нам вынуждены работать дома, и ты первая сказала добавить какой-то элемент. А скажи, пожалуйста, вот как можно подручными способами зонировать рабочее место, чтобы ты туда пришел, и у тебя появилось ощущение, что ты сел работать, что ты не сел попить кофе, чай, посмотреть YouTube. Нет, а ты сел поработать. Пусть даже это будет какое-то маленькое место. Как его зонировать? С помощью чего? Как создать эту атмосферу? Ну, смотри, во-первых, рабочее место, в нем не должно быть ничего лишнего. Мы знаем, что люди по своей натуре очень расконцентрированы всегда, и всегда будут вещи, которые их от, ну, сбивают. То есть ты садишься работать, но у тебя тут какая-то картина на стене, какие-то вот вещи лежат. Все, вычистите пространство. То есть максимальная свобода, и вы даете что-то пространству новое, когда вы из него что-то вычищаете. Я буквально вчера говорила у себя в историях про то, что когда, даже просто про людей, ты вычищаешь свое пространство, убираешь что-то ненужное, к тебе приходит новое. Ну, вот это так работает. Супер, да, точно. На каком-то интуитивном уровне. Поэтому вычищаем все. Хотите поставить перегородку, я не знаю, ну, диван, вот прям возьмите просто, да, поэкспериментируйте пространство. Диван разверните перпендикулярно комнате, ну, и пусть он постоит. Вы посмотрите, комфортно нет. Зонировать можно шкафом, да, невысокой, антресолью какой-то. Можно в конце концов есть там в Икеа натяжные крючки от стены, шторы еще повесить. Зонируйте. Это все делать очень элементарно. То есть обычный такой вот жгутик металлический к двум стенам крепится, на него ткань вешаешь, все, ты в своем пространстве. И вычищай, убирай оттуда все. Ставь стол, компьютер, максимум, минимум каких-то предметов и начинай работать. Слушай, а скажи, пожалуйста, а свет? Можно ли какими-то осветительными приборами как-то зонировать зону? То есть создать, отсечь свой свет, ну какой-то лампочкой настольной или еще чем-то, чтобы получить какой-то результат. Слушай, я вообще так скажу, свет должен быть нейтральный, это в оттенках уже белого. Не берите желтую лампу, они у меня, по крайней мере, меня не настраивают на работу. Это должен быть белый, либо даже холодноватый свет, который в кельвинах начинается уже от 4000 кельвин, то есть 4 и выше, 4600 к 5, пусть он даже будет морозный, для того, чтобы тебя постоянно бодрило. Если у вас же все равно лампочки теплого света, вы как априори, знаешь, как солнышко такое, как кисейный такой становишься, меня на работу лично не настраивает. Вот, поэтому, конечно, даже в интерьере, в пространстве я всегда использую два типа света. То есть в одном помещении у меня нет, там, только теплый желтый или только холодный. У меня есть и тот, и другой. Они на разные время суток, и, соответственно, вот люди могут ими играть и настраивать свет под себя. Алла, смотри, ты дизайнер, архитектор, человек творческой профессии. И, насколько я понимаю, ты уже достаточно давно научилась работать дома, ну или не в офисе. Расскажи, пожалуйста, свои основные принципы организации работы. Принцип первый – это, конечно, четкий план действий. У нас он тоже иногда хромает. То есть понятно, что… И, во-первых, слушайте, я всегда говорю, неважно, какой вы человек профессии, слушайте свой организм. То есть нужно понимать, что если сегодня, ну, бывают такие состояния, что вы энергетически, например, исчерпаны. Ну, у нас же всегда, понимаешь, все сейчас очень озадаченные тематики, что у меня нет сил, мне надо что-то делать, я себя заставляю. Все, понятно. Значит, вы где-то ее потратили, вам надо ее восполнить. Вот день просто проведите, не торчите в телефоне, это вообще прям. А он отбирает всю энергию, все, что только можно. То есть найдите то, что вам нравится. Вот, например, я вечерами пою. Я включаю себе там караоке на компьютере, я пою. Я себя, понимаешь, энергетически восполняю. Заряжаюсь, да. Значит, заряжаюсь, я на следующий день буду активно. Вот. Но вот в состоянии пребывать такой упадка, конечно, никто не хочет. Поэтому слушайте свой организм, настраивайтесь на него, делайте четкий план действий. То есть если вы завтра знаете, что вам что-то нужно будет выполнить, запишите заранее. И на следующий день этим воспользуйтесь, иначе делать ровно по списку. Только так можно собрать себя. Слушай, классно. Значит, первое, что важно, это сделать план действий. Обязательно. И лучше с вечера. Утром не получится. Да. Кстати, вот с вечером создала план действий, проснулась. Есть ли у тебя какой-то утренний ритуал, которым ты себя настраиваешь? У меня, знаешь, у меня очень женские ритуалы. Я понимаю, что если я не введу это в практику, я сейчас прохожу курс по, как сказать, по гимнастике лица. То есть я каждое утро встаю и делаю гимнастику для лица. Значит, типа молодость, там все дела, морщины убирать. Я просто против всяких косметических процедур. Поэтому я вот массажи и вот все дела вот это вот. Воздухом питаюсь. Ты за естественную? Поэтому я дам. Я за то, что просто это можно сделать, просто это надо работать. Мне же здесь нужна работа, а работать никто не хочет. Работать надо с телом, работать надо с душой, работать надо с внешним видом и так далее. Итак, с чего начинается твое утро? Как ты себя энергетически заряжаешь? Убиваю большой стакан воды. Чищу организм и... Подожди еще вот до этого. Вот ты проснулась, открыла глаза, ты себе что-то говоришь, какие-то аффирмации настраиваешь, как-то или нет. Какие аффирмации? Я просыпаюсь с трехмесячным ребенком. Какие аффирмации? Нет. Я просто стою с хорошим настроением. Потому что я рада за то, что есть новое утро, есть солнце, там есть еще какие-то вещи. У каждого они могут быть свои. Вот слушай, на секундочку. Ты знаешь, это на самом деле не так просто и этого немало. Вот объясни мне, пожалуйста, как ты научилась вставать с улыбкой каждый день? Ведь ты же тоже человек. Тебе же тоже может что-то не нравиться, тебя что-то может раздражать. Ты можешь быть чем-то недовольным. Как ты радуешься одним? За счет чего? Слушай, это энергия. То есть я не даю ей возможности из меня уйти. Я ее постоянно пополню. Если я считаю, что, например, я понимаю, что там интернет-ресурсы – это работа. То есть мне надо каждый день появляться в кадре, там, в историях, да? Но если я понимаю, что вот эти два дня, вот как у меня было два дня назад, ну, я не хочу. Я не буду этого делать, понимаешь? Я не буду себя заставлять даже это делать, потому что это надо. Потому что я решила себя переключить и поработать в это время, там, с заказчиками, там, с рабочками, там, ну, это мои уже, там, рабочие дела. Но я, если я понимаю, что это у меня сегодня отбирает силы, я не буду это делать. Ну, окей. Люди себя растрачивают очень сильно, да. Я считаю, что им нужно себя подсобирать. Ты проснулась, в хорошем настроении, идешь на кухню, выпиваешь стакан воды. Что дальше? Все, дальше я, значит, чищу зубы и приседаю в это время. Я сейчас ввожу это прямо в практику. 50 раз я должна приседать, пока я чищу зубы. Ты чистишь зубы и приседаешь одновременно. Да, да. Я понимаю, что по-другому себя не заставишь. Иначе будешь постоянно вареный макарон в целый день ходить. Все, я взяла то утром, вечером, то 100 пудов, 50 раз ты должна присесть, пока чистишь зубы. Контрастный душ. Нет, не делаю. Но здесь у меня есть бассейн, но я в нем тоже почти утром не купаюсь. Окей, что ты ешь так, чтобы чувствовать себя энергичной? Слушай, ну, честно говоря, по энергетике я ем сбалансированное питание. Вот его не все любят, но вот я так свое утро... То есть невкусно, но полезно? Ну, уже даже, может быть, и вкусно. Не могу точно сказать. Алкоголь? Смотря какой вкус есть. Я никогда алкоголь в жизни не пила. То есть вообще не пила? Ну, за последние 5-10 лет? 20 лет, я бы сказала. Я первый раз попробовала, в лет 16, может быть, 18, еще раз попробовала и поняла, что это фигня какая-то, да. А супруг поддерживает твои вот эти здоровые питания, отсутствие алкоголя? Да. То есть вы вдвоем с ним как бы... Очень редко, очень редко, там, может быть, когда-то с друзьями, и то это, дай бог, там какое-нибудь пиво или белис, но вот это редко, очень редко. Отлично. Итак, утро прошло, ты настроилась, позавтракала. Ты завтракаешь до работы или после работы? Как вот эти блоки распределяются? То есть ты позавтракал и садишься работать. Как ты себя настраиваешь на работу? За счет чего у тебя есть интерес к работе? Слушай, мне вообще, меня прет просто от моей работы, понимаешь? Вот, видимо, я человек, который, ну, дышит своим делом. То есть я прям, для меня это не каторга. Я могу работать ночью, и я себя не заставляю, потому что, ну, мне капец как нравится то, что я делаю. Угу, отлично, хорошо. Вот это тоже очень сильно влияет на человека, его род деятельности и вопрос, как он себя в нем чувствует. Дает ли он ему энергию, да, вот этой деятельности. А как ты организовываешь свое рабочее пространство, чтобы тебе было комфортно работать? Я стараюсь это делать из-за того, что, опять же, мы живем сейчас в одном пространстве, из-за того, что всех у нас очень много в семье, нас пять человек, простите. Я работаю, стараюсь вечером, когда я всех уложила спать, и сижу ночью. Мне так комфортно. Угу, то есть, а вот что ты порекомендуешь людям, которые, ну, не могут работать ночью? У них тоже пять человек, например, там, ну, смотри, муж-жена, ребенок, папа-мама, то есть бабушка-дедушка, да? И человеку нужно работать каждый день на работе, то есть, потому что он же интегрирован в целом в рабочий коллектив. Как человеку настроиться? Что еще нужно сделать? Как с помощью каких-то твоих архитектурных штучек помочь настроить человеку вот это рабочее пространство? Ну, вот я уже сказала, во-первых, по поводу его чистки, да, во-вторых, конечно, лучше просить людей, чтобы они не отвлекали. Потому что, представляешь, вот ты сидишь, работаешь, тебя постоянно кто-то дергает. То есть, ну, занять всех своими делами, да, опять же, ты можешь получить свободное время в одном виде, если ты остальных уже им уделил время. То есть, ты уделил одному, ты уделил второму, там, третьего покормил, с четвертым поговорил, с пятым поиграл, там, и так далее, да? Все, тебе дальше говорят, ребят, мне нужно мое время. Это уже даже не архитектурные штучки, да, к сожалению. Ты все меня поводишь на эту тематику, но в этом вопросе реально решает твое времяпрепровождение с каждым из участников твоей семейной жизни. Вот. Далеко немножко от архитектуры. Это да, это важно. Ну, вот скажи, пожалуйста, а когда ты создаешь, вот очень важно, ты же создаешь не только дизайны, там, комнат, спален, все остальное. Вот есть ли у тебя дизайны офисных пространств или рабочего кабинета дома человека, который делает квартиру? Да, это часто. Это именно в домах у нас в основном, в коттеджах, которые мы проектируем, да. Скажи, какие требования ты закладываешь, чтобы человеку там было хорошо? Они у всех разные, потому что у человека, у каждого, у него разная потребность к стилистике помещению, к цветовому оформлению и так далее. То есть нужно понять, во-первых, в каких цветах комфортнее он себя чувствует, это первое, потому что реально разнообразие огромное. Второе, значит, все должно быть удобно. То есть у меня должен быть стул, опять же, я говорю, кто-то не любит, чтобы к нему входили, сразу видели компьютер, поэтому мы ставим его в середине пространства и задней частью компьютера, чтобы вошел и ничего не видно. Все, это твое логово, как медведь, знаешь, как в это, в... В берлоге. У себя в берлоге, да. То есть все, там удобное расположение принтера, все должно быть под рукой, аккуратно расставлены стаканчики там с ручками, пенальчиками, и вот все должно, самое главное, быть чисто. Я всегда говорю, красиво не там, где прям очень богат. Нет, красиво там, где чисто и убрано, и везде есть порядок. Вот, по-моему, это самое основное, я считаю, вот, что касается дизайна и оформления. Слушай, интересно. Мы к дизайну подходим с технической точки зрения. Вот я всегда говорю, у меня самые продуманные проекты, потому что мы в шкафах наполнения все продумываем индивидуально под человека и рисуем это уже в проекте. Мы работаем до мебельщиков, а мебельщики работают после нас с нашим проектом уже, когда воссоздают по нашим чертежам. Алла, скажи, пожалуйста, вот смотри, например, обычная семья, обычная мама и обычный папа, которые никогда дома не работали. В лучшем случае у них где-то был ноутбук, и они там, знаешь, проверяли почту по вечерам или там отправляли какое-то письмо. Теперь им надо работать дома. И для них возникла потребность выделить дома какой-то уголок. С чего ты рекомендуешь начать планирование? Впереди выходные, суббота, воскресенье. Это значит, возможно, заказать из Икеи какие-то простые вещи или из Леруа Мерлен, из наших магазинов. Рулу наборов, может быть, какую-то краску, по которой можно быстро покрасить. Может быть, даже какой-то стол, полочки, чтобы эта зона была выделена. Вот с чего ты рекомендуешь начать? Вот, например, там, за моей спиной, вот я, например, там покажу. Вот у меня угол, да, на котором я сейчас работаю. Может быть, попробовать взять на листочке, там, ручку, нарисовать как-то расстановку, попытаться покрасить какими-то разными цветами. Или, может быть, наоборот, там, повесить часы или какую-то картину. Вот с чего начать, чтобы поэкспериментировать? И какие самые минимальные вещи можно купить, чтобы за выходные сделать себе рабочую зону, в которой с понедельника будет приятно работать? Ну, я бы как делала? Вот ты же в интернете сидишь, да? За тобой какой-то фон, там, бежевый, однотонный. Это обои, да. Ну, обои просто. Я бы за твоей спиной выкрасила прям в такой хороший бы яркий цвет, который бы тебя лично нравился. Ты бы взял палитку и сказал, так, слушайте, мне вот нравится, не знаю, синий может быть, может, зеленый нравится. И просто, ты понимаешь, ты будешь себя каждый день видеть в прямых эфирах на ярком, таком прям кайфом фоне. Тебя заряжать это будет? Конечно. Первое. Вот ты можешь у себя покрасить. Слушай, а как это вообще с точки зрения композиции, если вдруг люди возьмут и покрасят какой-то угол другим цветом, где у них раньше были просто обои, например? Не страшно? Это нормально? Я считаю это смело. Я считаю это смело. Вообще, когда человек что-то меняет и делает смело какие-то решения, пускай даже неудачные, это круто. Если человек просто себе такой дает вызов. Хочу сегодня так. А почему нет? Почему нет? Банка краски. Это не так дорого. Это вообще просто, да. Если тебе хочется, вот у тебя сегодня есть желание, возьми и сделай. Самое дешевое, чем можешь ты разграничить пространство, это, во-первых, и киевские перегородки. Такие шкафчики, знаешь, с полочками прозрачными. Да, да, да. Очень удобно. Во-вторых, я еще раз говорю, это такая в натяжку штука для шторы. Металлическая, с двумя креплениями, по крайней мере. Ты его натягиваешь в какой-нибудь проем, посередине комнаты и зашториваешься ото всех. Прекрасно просто. Только не берите темный или разноцветный наездки, лучше брать какой-нибудь однотон. Потому что однотон меньше всего надоедает. Когда у вас обои с каким-то рисунком, особенно вот эта вот сестрота какая-то, вот тут, тут, тут какие-то липушкиные, бесит чрезмерно со временем. А тем более, когда ты человек там и живешь сейчас, и работаешь, то тебя взбесит еще быстрее. Сто процентов, сто процентов. Вот какие-то, вот лучше однотонные брать, простые вещи, знаете, простота в красоте. Красота в простоте, точнее говоря. Вот я за это. То есть ты можешь взять любой яркий оттенок, покрасить себе, и будет у тебя все офигенно. И ты будешь, все, у тебя уже настроение другое. У тебя даже будет фейс смотреться на фоне однотонной стены яркая, офигенно. Слушай, классно, супер. Ам, скажи пару слов про какую-то канцелярию, ручки, блокноты. И влияет ли это как-то на работу? Слушай, на меня влияет. Прям очень. Я люблю красивые ручки. Вот просто, знаешь, они будут дешевые, но они новые. У них будет там тонкий стержень, какая-нибудь гелевая, но вот очень тонкая ручка. И как-то уже так пишешь красиво, и уже как-то стараешься. А ты рисуешь на бумаге или сразу в программах? По-разному. По-разному. Да, я могу что-то зарисовать, но это я делаю для себя, просто запомнить свою мысль, что я там придумала какую-то оригинальную конструкцию стола, где будет отвечать требованиям. Вот сейчас я рисовала в Лондоне. Слушай, Алла, а вот для творческих людей, наверное, интересны и такие же, наверное, и упражнения, и для нетворческих. Ну вот как ты разогреваешь в себе свое творчество? Как ты возбуждаешь в себе желание креативить? Есть какие-то у тебя техники, может быть, какие-то, которые ты входишь в какое-то состояние и начинаешь придумывать? Слушай, я знаешь, как всегда в этом вопросе говорю. То есть если человек вообще делает, то есть мы же понимаем, что результат сразу добиться не можем. Вот знаешь, вот там из космоса откуда, как мне пишут, Алла, ты что там из космоса черпаешь? Ну такого нет. То есть если мне не идет, ну не идет, ну просто я сижу и не понимаю там, в каком направлении мне там двигаться, то я сейчас заставляю это делать. Делаешь, у тебя не получается, ты еще делай, еще больше делай, делай. Потому что только когда ты себе откроешь свой вот этот портал, у тебя получится. То есть нужно биться просто до конца. Я всегда говорю, что вот творческие люди, они ничем от обычных людей не отличаются. Это тоже трудолюбие. Как говорят, мне не пришло сегодня вдохновение. Вот я не из этих, как бы. Я не считаю, что вдохновение, оно к людям вот откуда-то там снизходит. Нет, это работа. Скажи, пожалуйста, а у тебя всегда листок, ручка, карандаш всегда под рукой, чтобы ты идею свою не потеряла? Нет, нет. Она теплится, она в голове продумывается, потом просто уже реализовывается. А ты мыслишь прямо образами, да? Ты мыслишь прямо образами, тем дизайном, в котором, да? Да. Я сначала беру атмосферу. Мне нужно первое, что создать для человека, это атмосферу. То есть я пытаюсь, я всегда говорю, я за интуитивный дизайн. То есть я общаюсь с твоими заказчиками, я пытаюсь понять, где бы на каком-то подсознательном уровне им было бы комфортно жить. И под них у меня уже возникают какие-то определенные образы, которые я конструирую во что-то уже такое материальное и создаю пространство. Но это первое, пространство дизайн, это про ощущение в нем человека, а не вот прям, я тут поставила шкаф, я тут поставила занавеску, я там еще что-то поставила, картину. Ну нет, так в поддельности это не работает. Это работает на одну большую концепцию. Слушай, знаешь, интересно, я пару недель назад, у меня был тут небольшой перерыв в трансляциях, решал вопрос с интернетом. Пару недель назад у меня в эфире был мой товарищ Андрей Ланд, актер. Он работает у нашего знаменитого венеролога, Владимира, вернее, у Димчога. Вот, и он мне рассказывал следующее, что для того, чтобы вжиться в персонаж, он серьезно старается подумать, как одеть на себя костюм этого человека, то есть тело, как голову на себя этого человека. Делаешь ли ты что-то подобное, стараешься ли ты побыть своим заказчиком вот в этот момент, вот стараешься ли ты сама пожить в этой атмосфере? Слушай, это офигительный, Ром, вопрос, честно тебе скажу. Я буквально дня четыре, что ли, назад публиковала пост о том, что как раз я человек, который живет в разных нарядах, живет в пространстве вместе с людьми и потом оставляет в нем частичку себя. Вот если ты найдешь мой пост, ты можешь его прочитать. Он прямо вот был об этом, о том, что реально я проживаю жизнь, стараюсь прожить жизнь человека, который там будет жить после меня. И в каждом интерьере я оставляю частичку себя, потому что я его вынашиваю, я его вот как вот дитё, знаешь, он рождается, и он это как же дизайны. Слушай, спасибо тебе большое, наше время неуклонно пролетело быстро. Какие бы ты сам и еще раз, вспомнив все, о чем мы говорили, дала бы простые-простые советы людям, которые оказались дома и которым нужно настраиваться на рабочий лад, чтобы в доме работать? Давайте я начну прямо издалека. Мы дойдем до места, как мы его оформляем, еще разочек. Люди, экономьте свою энергию, и она нам дает очень многое, вы даже не представляете сколько. Все остальное фигня, честно, по сравнению с тем, когда из энергии человека просто ушла. Это очень печально, поэтому мы ее должны восполнить. Любите своих близких, да, потому что если вы не отдаете, вам не дают любовь, вы должны отдать частичку себя, и вам же она же частичку приходит. В жизни все так, оно циркулирует, если ты не отдаешь, ты не получаешь, это первое. Вот, найдите любимое дело еще, перемешку между работой, найдите то, чем вы любите. Может, вы рисовать всю жизнь хотели, но никогда не пробовали, ну не знаю, так не знаю. Может, вы стихи пишете, вы просто в своем таланте еще реально не знаете. Вот я еще раз напомню, я пою, мне нравится, я включаю себе фонограмму и просто сижу здесь в бассейне, вечерами муж угорает надо мной. Но мне нравится, я пою, я пою так, как мне хочется, я вот прям вот на кайфе, на драйфе. Вот, у вас, возможно, тоже что-то такое есть. Может, вы всегда лего хотели собирать, ну, понимаешь, вот такие вот прям банальные вещи. Ну, не было, как бы ты повзрослел, а лего появилось, стало доступным. Ну, что, неужели я сейчас буду собирать, а может, это ваше? Вот подумайте, у каждого свои приколы. Вот, второе, конечно, когда ты работаешь, тебе нужно изолироваться. Я так, ну, я люблю работать, когда мне, конечно, никто не мешает. Попросите у своих домашних, время вам какое-то выделять для работы, не ругайте с ними. Просто, а если они вас постоянно дергают, особенно, когда стоят детей, значит, просто не хватает какой-то внимания. Конечно. То есть, мне нужно ее отдать, чтобы потом вам отдали свободное ваше время. Вот, как сейчас я здесь не учила только что, математику делали. И в итоге, я говорю, у меня сейчас будет премьер-эфир. Если ты видишь, мне еще никто не помешал. Да, да. Хотя он там лежит мелкий, и двое там бегают, сами с собой занимаются, да. Хотя уже могли бы в кадры лезть во все эти стороны. И третье, конечно, нужно создать радужное настроение вокруг себя. Настроить свое пространство на работу. Соответственно, стол мы можем поставить куда угодно. Его не обязательно поставлять к стене. Его можно поставить прямо посередине. И пусть оно некомфортно. Вы потом оттащите, посмотрите, в каком углу квартиры вам комфортнее. Кому-то на кухне, но не считаю это правильным, но иногда можно и там поработать. Второе, конечно, нужно перенаправленно настроить себя на работу. Нельзя расфокусироваться. Это никогда ничего хорошего не ведет. Поэтому надо четкий план действий. Найти хорошее энергетическое место у себя дома. Оно везде есть. И выкрасите какую-нибудь яркую стену. Или повесьте то, что вас мотивирует на работу. Это должно быть прямо какое-то пятно. Пятно такое прям вот, все, класс, я иду работать. Все. Вот мои советы такие. Спасибо тебе большое. Я очень рад. Желаю вам там хорошо провести время, чтобы все было безопасно. И когда захотите, полный сил возвращайтесь домой, чтобы творить новые проекты. Спасибо. Я надеюсь, это и не последний наш эфир. Я надеюсь тоже, да. Так что будем разговаривать о том, как ты движешься, как только возникнут какие-то новые идеи. Как еще сделать так, чтобы у людей была внутренняя мотивация, как найти любимое дело. Ты много всего пишешь. Давай с тобой как-нибудь еще какую-то тему пообсуждаем. Про энергию я бы с людьми поговорила. О, отлично. Я считаю, что с нее надо начинать. Отлично. Так и сделаем. Спасибо тебе большое. Пока. Все. Ребят, спасибо вам большое тоже за прямой эфир. Спасибо огромное. Друзья, это был прямой эфир с Аллой Кроль. Мы поговорили о простых вещах. О том, с чего нужно начинать. Как нужно выстраивать рабочее пространство. Вообще, что такое энергия. И каким образом вам сделать так, чтобы дома вам работалось лучше. Берегите себя. Оставайтесь дома. И получайте от этого удовольствие. Пока.